В данном видео я расскажу о семи шикарных, но отмененных модов на сталкер. Сегодня вы узнаете о попытках перенести сталкер на лежок Крайзиса, а также об оружейных и больших глобальных проектах, которые не вышли. В большинство из этих отмененных модов можно сыграть, так как были выложены билды. Всем привет, меня зовут Илья, если вам не сложно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. А я начинаю. Уверен, что каждый влиятельный торговец в сталкере не обойдется без ноутбука. Вспомните хотя бы Сидоровича, даже в его бункере был ноут. Наверное, в 2007 году у него была мощная машинка, но время идет вперед и, конечно, пора обновляться. Тем более, что у Realme вышла новая модель ноутбука, Book Prime. Realme Book Prime это отличный ноутбук, который идеально подойдет для работы. Первое, что мне очень понравилось, 2К IPS дисплей с тонкими рамками. Такой экран отлично подойдет для обработки фотографий и видеомонтажа. Кстати, именно на этом ноутбуке я монтировал ролик про мельника в Metro Exodus, пока был на сессии. Все футажи были записаны в 4К, и проект в премьере, соответственно, тоже был в 4К разрешении. Но Realme Book Prime отлично справился с монтажом, благодаря современному процессору Intel Core i5-11320H, имеющему 4 ядра и 8 потоков, с частотой 4,5 ГГц в турбобусте. Предпросмотр вообще не лагал, и монтаж был сплошным удовольствием. Но подождите, прежде чем не приступить к работе, футажи необходимо было скинуть с внешнего жесткого диска. Но и тут не было проблем. В ноутбуке установлен быстрый SSD M.2 на 512 ГГц, так что больше сотни гигабайт видеоматериала очень быстро перенеслись на ноут. При работе сразу с несколькими программами ноутбук не будет тормозить, благодаря быстрой двухканальной DDR4 оперативной памяти, на частоте 4266 МГц. За графику отвечает встроенный видеоускоритель Intel RIS XE Graphics. Думаю, объяснять не стоит, что настройки в современный блокбастер не поиграешь. Но и не нужно забывать, что это прежде всего ноутбук для работы. Однако покатать старые игры получится вообще без проблем. Тень Чернобыля на максималках 2К работает плавно. Нельзя не отметить быструю зарядку на 65 Вт, которая заряжает 50% аккумулятора всего за 30 минут. И еще очень важно упомянуть, что ноутбук очень компактный и легкий. Поместится абсолютно в любой рюкзак, и вы не устанете с ним в дороге. А для удобства, Realme Book Prime прямо из коробки установлен в Windows 11. Обязательно присмотритесь к этому девайсу. Ссылка на него будет в описании. Давайте сейчас вспомним 2011 год. Качество модификации тогда было совершенно другим. Крутые глобальные моды были редкостью. И вот в тот год анонсируется невероятно амбициозный проект. Cryzone Sector 23. Сталкер на дышке Крайзиса, с новым сюжетом, локациями и графикой. Представленные скриншоты не на шутку будоражили воображение фанатов. Такого уровня проработки графики не было еще ни в одном другом моде. Разработчики обещали сделать все как в Сталкере. Знакомые локации, второстепенные квесты, инвентарь и торговля. Но на ультра-современном движке Крайзиса. Sector 23 выглядел как мечта. Нет, скорее как то, о чем не могли мечтать фанаты Сталкера. Но как водится, чем больше и эффектнее проект, тем больше вероятность, что он не выйдет. Так и случилось. Cryzone Sector 23 был отменен. А в сеть слили несколько билдов с наработками по графике и локациям. Эти билды до сих пор можно скачать. И вы знаете, несмотря на всю топорность анимации и общие впечатления недоделанности, ранний Sector 23 выглядит очень атмосферно и эффектно. Можно с уверенностью сказать, что движок CryEngine отлично подходит для тематики Сталкера. В билде есть огромная локация, на которой расположены небольшие деревеньки, леса и даже станция Дуга. Отдельно хотелось бы отметить проработку лесных массивов. В оригинальном Сталкере растительность была слабым местом. Не было ощущения, что герой находится в лесу. Кусты и деревья были слишком угловатыми. А вот в Sector 23, благодаря CryEngine, лесные участки выглядят очень круто. То же самое можно сказать и про эффекты. Приближающийся выброс даже сейчас выглядит неплохо. Продолжение следует... Что же касается геймплейной части, то разработчики обещали сделать систему инвентаря, возможность торговли и общения с персонажами, личные КПК и прочие вещи из Сталкера. Часть прогресса можно увидеть в слитом билде. С некоторыми героями можно поговорить и даже взять задание. К примеру, в деревне один Сталкер расскажет, что ему надоело пить обычную водку. И он оставил ящик с выпивкой у аномалий, чтобы таким образом получилась аномальная водка. И главному герою нужно сходить и забрать её. Чтобы выпустить проект такого уровня и с такими амбициями, нужна большая команда, опыт и очень много свободного времени. Мод был закрыт, но пощупать наработки было интересно даже сейчас. Движок CryEngine создаёт идеальное освещение для атмосферы Сталкера, а продвинутый искусственный интеллект и улучшенная боевая система могли бы подарить совершенно новый опыт для игроков. Unexplored Land, или Неизведанная Земля, это фриплейный мод, который был анонсирован в 2016 году. По сути, его можно назвать аналогом Зова Чернобыля, только со своими фишками. А теперь, кстати, о них. В моде планировалось сделать 20 локаций. Часть из них это доработанные билдовские уровни, такие как Кордон, Свалка, Дикая Территория и Мёртвый Город. При этом моделировались и полностью самостоятельные локации, например, предзонья и разгрузочная станция. Также шла работа над гейплейными особенностями. В Неизведанной Земле планировались автомобили с возможностью починки и заправки. Разрабатывались правки по интерфейсу и добавлялись новые аномалии. К примеру, Машина Времени. При попадании в эту аномалию время в игре ускорялось. Ну и, конечно, основа любого фриплейного мода – искусственный интеллект и циклические задания. В этом направлении тоже велась работа. В 2021 году проект был отменён, и сейчас доступен небольшой билд, в котором можно оценить локации. Возможно, Unexplored Land мог стать неплохим конкурентом популярным фриплейным модам. SVP – это оружейный проект для чистого неба, который выглядел необычно и интересно. Вообще, на приквел малооружейных модов. До сих пор не адаптирован Ганслингер, и единственное, что можно выделить – STC Vape & Pack. Но на его фоне SVP даже в бете выглядел получше. Итак, в этом оружейном паке планирую заменить только стандартное оружие, и при этом не добавлять нового. Хотелось бы отметить совершенно новый скелет рук и качественное положение пушек. А ещё функции полной и неполной перезарядки, и анимации клина. В отличие от оригинала, все анимации по времени стали дольше, что немного добавляет реалистичности. Про оружейные паки много не расскажешь, поэтому давайте посмотрим небольшую нарезку. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok АМК – это старый легендарный проект, который стал основой для многих глобальных модов. Он предлагал очень много геймплейных и скриптовых изменений. В первую очередь был изменён Alive, благодаря чему сталкеры стали искать артефакты и тайники, торговать и вступать в перестрелки. Да и что говорить, в этом моде была возможность создать собственный тайник, и если вы его плохо спрятали, сталкеры обчистят его. И это всё в 2008 году. Динамические новости тоже впервые появились в АМК. Был добавлен фриплей в конце игры, рандомный выброс и трансмутация артефактов. В общем, мод был очень качественный, и началась разработка второй версии. Главное, что должен был предложить АМК 2.0 – это новый сюжет и новые локации. При этом, конечно, добавлялись и новые функции, а старые геймплейные фишки получали развитие. Так, к примеру, в игру планировалось ввести от 40 до 50 новых артефактов. Для главного героя они были неизвестными, и чтобы узнать их функции, артефакты нужно было нести на анализ учёным и торговцам. Ещё одна интересная особенность – это обновление старых локаций. На уровне добавлялись новые детали и объекты. Мод был отменён, и сейчас доступен лишь небольшой билд, в котором можно оценить изменённый кордон. Проект «Отступник» – это большой глобальный мод с новой историей. По сюжету, главному герою необходимо проникнуть в центр зоны, найти и уничтожить всю информацию по некому проекту «Отступник». Этим проектом руководили уцелевшие учёные из осознания. История должна была разворачиваться на 14 игровых локациях, которые, что важно, были сделаны полностью с нуля. Среди уровней можно выделить – аэродром, лабораторию «Стрелка», завод «Спутник» и лабораторию «Х-17». В сеть был выложен билд, общее прохождение которого займёт от 5 до 7 часов, что будем честны немало. При этом можно оценить локации. Они сделаны качественно и выглядят для сталкера свежо, всё благодаря новым моделям и ассетам. Хочется снова выделить лесные массивы. Новые деревья и кусты выглядят круто, и в целом лес смотрится шикарно. Ещё на одной локации я нашёл зимнюю аномалию – это было заснеженное дерево. Готовность мода довольно высока, и есть небольшая вероятность, что его когда-нибудь доделают. А пока сюжет просто обрывается. Legacy of Times – ещё один проект, который попытался перенести концепцию сталкера надежок Рейнджин 2. На данный момент мод отменён, и доступен только билд, в котором есть большая открытая локация, несколько готовых квестов, а также задел игровых механик. Итак, начало по классике. Главный герой приходит в себя в деревне сталкеров, и выполняет первые простенькие поручения. К сожалению, билд не может похвастаться большой продолжительностью, и полное прохождение займёт у вас не больше часа. Однако для исследования доступна большая локация с множеством интересных зон. На этом этапе разработки уже были сделаны работающие аномалии и механика добычи артефактов. Интересно, что в Legacy of Times детекторы нужно заряжать в розетках, которые расположены в зданиях на базах. Ещё разработчики успели сделать классную систему торговли. Открывается меню, в котором можно выбрать интересующий товар. Как я сказал в начале, в этом билде уже есть задел многих важных для геймплея сталкера механик. Есть диалоги и второстепенные квесты. Герой может спать, искать артефакты и торговаться. Искусственный интеллект тоже работает, да и локация выглядит неплохо. Получается, оставалось сделать только сюжет. Но на его реализацию нужно много ресурсов и времени. Так что по какой-то причине Legacy of Times был отменён. Смерти вопреки 3 Смерти вопреки 3 – это ещё один большой глобальный и, можно сказать, next-gen мод на сталкер. Разработчики планировали сделать длинный сюжет, который происходил бы на 25 локациях. Однако мод был отменён, и в интернет был выложен билд, который содержит в себе только игровые уровни. По сюжету в зоне произошёл третий сверхмощный выброс, который многое изменил. Во-первых, поменялась расстановка сил. Некоторые группировки распались, но при этом были образованы и новые. Во-вторых, большой выброс изменил карту зоны. Появились новые аномальные территории, которые разработчики изображали на самодельных локациях. По ходу истории, у главного героя была возможность создать собственную группировку, со всеми вытекающими из этого фишками. То есть можно было выбрать базу, нанять людей и организовать снабжение. При этом управление группировкой происходило бы через специальный раздел в КПК. И одна из функций – отправка сталкеров на простые задания для заработка денег. Постепенно группировку можно было расширять и делать всё больше. Фишка новаторская и интересная, но если честно, я бы, наверное, не стал всем этим заниматься. Ещё в сюжете главный герой должен был попасть в функционирующую подземную лабораторию учёных. То есть мы привыкли видеть сталкеры заброшенной лаборатории. А это, напротив, была бы рабочей, с Сахаровым и охраной. Причём в этой лабе планировали сделать квесты по тестированию разного нового снаряжения. Локации должны были стать одной из центральных фишек этого проекта. Их планировалось много, и самое главное, они разрабатывались с нуля. То есть это были не знакомые обновлённые локации, а совершенно новые уровни. И думаю, этот факт мог сильно повлиять на общее впечатление от мода. По сюжету, игрок стремится попасть в город Чернобыль, самую главную локацию. И такая перестановка акцентов отлично освежает проект, ведь в каждой второй модификации главные герои стремятся попасть либо в Припять, либо на ЧАЭС. В билде есть больше 10 готовых уровней, и я подготовил небольшую нарезку самых интересных мест. Субтитры сделал DimaTorzok Очень много информации об этом моде я узнал из видео Вульф Сталкера. Ссылка на этот ролик будет в описании. Обязательно посмотрите, если вас заинтересовал проект Смерти вопреки 3. Вульф хорошо сказал, что разработчики взяли на себя слишком большой объём работы, и возможно поэтому мод был отменён. А на этом всё, друзья. Спасибо вам за просмотр, и увидимся в новых видео. Продолжение следует...